Здравствуйте! Началась рабочая неделя, это значит пришло время поговорить о том, что же произошло в нашем округе за минувшие выходные. Это игра территория безопасности. Я Антон Войтович, мы начинаем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам прокурорской проверки. Фигурант это руководитель ресурсоснабжающей организации советского района. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый в феврале прошлого года согласовал перевод кредиторской задолженности одного из ликвидируемых предприятий коммунальной отрасли в сумме более 45 миллионов рублей на возглавляемое им предприятие. Самое интересное, делал это он с благой целью, хотел прославить грамотным и ответственным руководителям. Какой-либо финансовой выгоды следователи пока не обнаружили. В общем, из-за такого решения образовался долг уже у самой ресурсоснабжающей организации. С учетом тех долгов по платежам в бюджет, которые уже были, общая сумма задолженности предприятия превысила 78 миллионов рублей. Максимальная санкция, предусмотренная за злоупотребление должностными полномочиями, лишение свободы на срок до 4 лет, ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Установлено, что бывший директор предприятия, используя свои должностные полномочия, совершил сделку по переводу долга акционерного общества, который находился в стадии процедуры банкротства. На муниципальном предприятии советский тепловодоканал. При этом, совершение указанной сделки не предусматривало получение предприятием каких-либо активов и значительно ухудшало его финансовое положение. Создало угрозу его неплатежеспособности. В результате действия должностного лица муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей. 51-летний югорчанин пойдет под суд за попытку совращения малолетнего ребенка. По версии следствия, 10 января этого года около 7 часов вечера в районе улиц Маяковского и Университетской, Сургута, обвиняемый вступил в доверительную беседу с 10-летней местной жительницей. Во время которой интересовался ее взаимоотношениями с представителями противоположного пола, а также предложил совершить за вознаграждение действия сексуального характера. Девочка, естественно, решительно отказала навязчивому человеку, но это его не остановило. Получив отказ, злоумышленник проследовал за несовершеннолетний с целью совершения противоправных действий в безлюдном месте, в подъезде. Однако дальнейшие действия обвиняемого пресечены консьержкой, не впустившей его в подъезд. Обвиняемый под тяжестью собранных доказательств все-таки признал вину. Также следователями собраны иные доказательства. Головное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кстати, ранее фигурант уже был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Учитывая рецидив, получит по полной. Всего за минувшие выходные в Югре произошло 116 преступлений. По горячим следам раскрыли 79. Это 13 краш, 1 мошенничество, 1 разбой, 12 фактов незаконного оборота наркотиков. Проведено 26 обысков, задержано 12 человек. Раскрываемость составила 68%. Вот еще одно из преступлений, которое раскрыли в минувшие выходные. Полицейскими лентурами в ходе отработки оперативной информации было установлено, что 19-летняя девушка, работая продавцом в пункте выдачи товара интернет-магазина, похитила деньги в сумме более 60 тысяч рублей. Злоумышленница рассказала, что увидела в интернете, как можно оформить возврат денежных средств через платежный терминал. И два раза проводила такие акции. Полученные деньги хранила у себя на счету. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье кража. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте юградефис.тв.ру, а также в наших социальных сетях. Это «Югра. Территория безопасности». Меня зовут Антон Маятович. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин